Как помочь любимому питомцу перенести жаркое лето? От зноя страдают не только домашние четвероногие друзья, но и животные на улице. Если вы увидели на жаре бездомных животных, вы можете вынести им миски с водой. То же самое относится и к домашним питомцам. Необходимо соблюдать питьевой режим. То есть это может быть миска в привычном месте, где она стоит, и также в том месте, где котик предпочитает чаще всего отдыхать. Воду мы меняем несколько раз в день, хотя бы утром и вечером миски обязательно моем. Чем больше у кота шерсти, тем сложнее ему переносить жару. Желательно вычесывать питомца хотя бы раз в два дня. Это способствует терморегуляции тела животного. Не стоит пугаться, если животное отказывается от еды в течение 8-15 часов. В такую жару кошки едят гораздо меньше, поэтому суточную норму употребления корма можно сократить. Если животное вы кормите влажным кормом, то можно, например, разделить порцию пополам, давать вечером и с утра. Обязательно не оставляем влажный корм в миске, то есть смотрим, чтобы животное его съело, поскольку такую жару он очень быстро портится, и это тоже может спровоцировать отравление у животного. Поэтому обязательно либо животное доедает, либо убираем в холодильник. Можно перенести домик кота в затемненное место. Темная ванная отлично подойдет. Животному будет гораздо комфортнее, чем на солнечном свете. Кондиционеры и вентиляторы помогают кошкам так же, как и людям. Но необходимо знать меру. Чрезмерное использование может привести к тому, что питомец заболеет. Кроме того, существуют специальные коврики, которые помогают животным в жару. Они содержатся внутри специальный гель, который при нагревании тела животного начинает как раз таки охлаждаться. За счет этого сам коврик остается прохладным, котикам будет комфортно. Кроме того, можно протирать прохладной водой им носик, лапки и животик. Тоже им это будет помогать. Вялость, апатия, отказ от еды и воды, учащенное сердцебиение, частое дыхание, высунутый язык и расширенные зрачки. Все это может быть признаком теплового удара. Необходимо отнести животное в темное место и обернуть в полотенце, смоченное в прохладной воде. Поставить вентилятор. Ни в коем случае нельзя поить питомца холодной водой. Она должна быть прохладная. Если признаки теплового удара не проходят, обращайтесь к ветеринару. Следуйте этим простым правилам и вы поможете своим питомцам пережить жаркое лето. Никита Белямов, Руслан Лапшин, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.